Программа была доморощенная. Ее писали много народу. Она была политическая часть, экономическая и национально-государственная. Национальную часть писала Старовойтова, политическую писал Собчак со Станкевичем, экономическую писали наши экономисты с Гаврил Харитоновичем Поповым. На самом деле она была не очень объемная, но довольно простая. Рыночная экономика, демократия, свобода слова, базовая свобода. Надо сказать, что она уже к 1991 году была в значительной степени выполнена, кроме экономических реформ. Я не скажу, чтобы она была популярной, ее прямо все читали. Тем более, что в 1989 году мы ее для себя как-то приняли. И не сказать, что она была какая-то конкретная. Она была достаточно общими словами написана. И так получилось, что уже потом, как бы задним числом, когда мы анализировали, что происходит, и, собственно, когда мы ближе познакомились и поняли, кто есть кто, и обнаружились не только общие вещи, но и разногласия, кстати говоря, довольно быстро, то выяснилось уже довольно быстро, уже осенью, что единственное, что нас объединяет всех, а у нас было в МДГ от 500 до 300 человек в разное время, мы все время проводили перерегистрацию, что единственное нас объединяет, это неприятие шестой статьи Конституции. Вот с этим все были согласны. Что шестую статью Конституции о том, что КПСС руководящая направляющая сила, ее нужно из Конституции изъять. И что должна быть многопартийная система. Это, пожалуй, что нас объединяет. А все остальное уже начинались дебаты, и уже оказалось, что одни были у нас вполне-таки социал-демократы. Слово либеральное мы тогда еще особо даже и не употребляли. И мы были очень наивны. Достаточно сказать, что Юрий Николаевич Афанасьев, который был одним из самых ярких наших сопредседателей, то на учредительном собрании межрегиональной группы, а он все-таки профессор, ректор историко-архивного института, на собрании сказал, что еще долго социалистическая звезда нам будет путеводной. То есть мы совершенно были далеки от того, чтобы какие-то основы подрывать. Андрей Дмитриевич Сахаров, которого включили после первого съезда в Конституционную комиссию по проработке изменений в будущую Конституцию или принятие новой Конституции, он пообещал на съезде представить свой собственный проект. И, надо сказать, слово свое задержал. И в течение лета такой проект Конституции подготовил и написал. Его рукописный вариант долго хранился у меня, после чего я вернул его уже через несколько лет после его смерти Елене Боннер. И сейчас, наверное, он хранится у Юры Самодурова в музее Сахарова. Мы его тогда просто набивали на компьютере, как на пишущей машинке. Я просто хочу сказать, что называлось государство, которое Сахаров предложил назвать вместо СССР, называлось оно «Союз Советских Республик Европы и Азии». То есть даже Сахаров, например, для него советское устройство было совершенно очевидным. И он все-таки на социалистическое слово выбросил. А покуситься на советскую власть, это мы только к 1993 году уже поняли, что такое советская власть и что с ней, собственно, невозможны никакие реформы. Еще много позже уже по архивным материалам парадоксальным образом обнаружилось, что в 1922 году, когда Советский Союз, собственно, возникал, то кроме названия, которое стало «Союз Советских Социалистических Республик», у Ленина, Ленин предлагал другое название, которое, оказывается, в точности совпадало с Сахаровским. Он предлагал назвать государство «Союз Советских Республик Европы и Азии». Поэтому я не знаю, знал ли об этом Сахаров, но удивительным образом Сахаровское название совпадало с Ленинским. А СССР предложил, по-моему, Сталин как раз. Так что мы были очень наивными, и на следующий год, уже в мае 1990 года, начали возникать первые уже партии, социал-демократическая, демократическая, христианско-демократическая. У каждой были уже свои программы, свои платформы, они уже отличались друг от друга, поэтому наша программа была такой недолгой, очень общий характер носила. Но мы, надо сказать, добиться отмены шестой статьи мы добились очень легко, потому что в августе мы приняли эту программу, а в марте месяца будущего года, по предложению Михаила Сергеевича, шестая статья уже была на третьем съезде убрана из текста Конституции. Так что можно сказать, что программу мы выполнили буквально меньше, чем за год. Главное положение своей программы. Гельцин был одним из сопредседателей. Нет, фактически он, конечно, он был слишком великий, чтобы принимать там такое уж участие, хотя на первых координационных советах он заседал, и хотя он как бы хранил гордое молчание, но тем не менее мы очень, так сказать, дорожили тем, что он с нами. И более того, по идее Гаврила Попова, что лидером таким настоящим может быть только человек, но обладающий властной харизмой. Грубо говоря, не бывший начальник, конечно, не мог возглавить нечто такое, как бы широкое политическое движение, поэтому идея Попова опального Ельцина поставить во главе широкого массового народного движения, она была абсолютно правильной. И я думаю, что никто другой бы с этим не справился. А познакомились мы как раз с ним в марте 89-го года во время подписания этой телеграммы. Потому что когда Ельцина начали травить, то как-то довольно быстро все почувствовали, вот вы говорите, не было политтехнологий. Вот это уже была такая политтехнология. Мы поняли, что должен быть какой-то... Ну, собственно, как поняли? Мы же никто друг друга не знали, мы там не садились, не совещались. Просто так получилось, что одни и те же мысли приходили разным людям одновременно в голову. И когда я постарался найти выход на Ельцина для того, чтобы хотя бы как-то с ним какие-то слова поддержки, спросить, а не нужно ли чего, как-то прислониться к нему для того, чтобы свои шансы на победу увеличить, а Ельцин был безумно популярным в городе Москве, и для нас, для всех, конечно, самая такая политическая технология была сказать, а я с Ельциным. Вот так же, как потом начали фотографироваться с Лужковым там в Москве. И это было вот отчасти из этого же поля, так сказать. И так получилось, что у нашего одного сотрудника в Ивтане жена дружила там с парикмахершей, у которой там была там жена Ельцина тоже, как-то вот по такой вот очень такой длинной цепочке была организована встреча. Ельцин сидел тогда в госстрой, где сейчас у нас Совет Федерации. Он был министр без портфеля. Горбачев его все-таки как бы вот в таком высшем номенклатурном кругу держал. И мы пришли, собственно, к нему и познакомились. Нас встречал будущий префект центрального округа Саша Музыканский. По-моему, Лёва Шимаев тогда уже был при нём. Уже штаб вот этот, который был при Ельцине. И тогда мы познакомились, собственно, и со штабом Ельциным, и с самим Ельциным. И придя туда, кстати говоря, вот тут-то мы узнали, что вот это, собственно, то, зачем мы пришли, что уже эта идея была высказана. И более того, уже текст телеграммы существует. Его, по-моему, как раз написал Станкевич. И что его уже возят подписывать. И, естественно, я его тоже подписал. И более того, тоже возил подписывать нескольким людям. В частности, моему коллеге Саше Крайко, который по науке, по физике работал в ЦАГе. Ну и через несколько дней вот эту телеграмму я зачитывал уже. Поэтому так состоялось наше знакомство. А потом оно уже продолжилось в период подготовки к съезду, когда фактическим руководителем межрегиональной группы был Гаврил Попов. Он был, так сказать, мозговым центром. Публичным лицом был Юрий Николаевич Афанасьев. Таким нравственным, международным был Сахаров. Политическим лидером был Ельцин. Ну и еще был у нас такой пятый сопредседатель Виктор Палин, профессор из Тарту, который был мостиком с прибалтийскими депутатами. И реально Попов руководил всем процессом. А он, будучи хорошо знаком с Горбачевым и Лукьяновым, он в какой-то степени координировал наши действия с ними. И поэтому так и получалось, что мы быстро всего добивались. Сумели отменить и шестую статью, и ввести пост президента, кстати говоря, вместо председателя. Это была тоже одна из наших идей. Единственное, чего мы не смогли Горбачева подвигнуть, это вот насчет реформ. Хотя для этого все было сделано. И еще раз говорю, в 90-м году, когда Горбачев уже утвержденную Верховным Советом СССР программу вдруг отказался реализовывать, это было, конечно, для нас сильным ударом. А для него это было началом конца, собственно.